Добрый день! Вы на канале Процветок. Меня зовут Тяпкина Татьяна, я ландшафтный дизайнер. И сегодня я вам покажу несколько полезностей, которые вы можете применить на своем участке. Наша тема сегодня мульчирование цветников и отбивка цветников от линии газона и прилежащей к ней территории. Мульчирование цветников. Тема всегда волнующая всех. Сейчас покажу и расскажу, почему и зачем я и как это делаю в своих цветниках. Цветников наших проектов достаточно много и занимает большие площади. Но встает всегда вопрос обслуживания этих площадей. Понятно, что первый сезон самый сложный, самый основной обслуживание цветников именно прополка будет максимально большая. Но с каждым последующим годом это обслуживание уходит и минимизируется до двух. Весной и осенью. За счет чего мы этого добиваемся? Первое. За счет правильного подбора растений и площади, занимаемой посадками. А второе. Именно мульчирование цветников. Чем мы мульчируем цветники? В основном я использую мульчу хвойных растений. Это кора разных фракций. Но на низ всегда я сыплю первое. Это отсев или же кора самой-самой мелкой фракции. Отсев это по сути пыль. Что он дает и почему я его использую? Первое. Он очень легкий. И когда мы застилаем все цветники, он как пыль, как опилки покрывает всю площадь максимально плотно всего цветника. Он не дает прорастать сорнякам. А это самое важное, с чем мы боремся. Из-за того, что он очень мелкий, он держит влагу и не дает грунту, а соответственно корневой системе растений пересыхать. Второй момент. На отсев я сыплю уже именно кору, но опять же, второй или первой фракции. Она более плотненькая и ее немного мы используем. Она придерживает наш отсев, чтобы его не выдувало и дождями не вымывало. Таким способом мы защищаем наши растения от сорняков. И самое важное, от иссушения, от пересыхания. Если у вас не используется капельный полив, то вот эта подушка ваше растение снабжает влагой. И вы можете на продолжительный период оставлять цветники без полива. Какая толщина должна быть мульчи? Мы всегда мульчируем 5 сантиметров. Задают вопрос, зачем так много? Поймите, мульча, если мы используем отсев, она как пирог. Когда она мокнет, и со временем она утрамбуется. И ваши 5 сантиметров превратятся максимально в 2 сантиметра. Поэтому не бойтесь, да, сразу будет казаться, что это очень много. Ничего страшного, после дождей, после полива она присядет и останется небольшой слой. Но со временем, со временем, да, вы можете подсыпать мульчу. Почему я не люблю кору крупной фракции? Как лодочки я их называю, в детстве мы из них делали кораблики. Первое, она сильно уже, если честно, задерживает влагу. И если у вас посадки здесь, а я люблю использовать в своих цветниках луковичные растения, то вот эта крупная кора задерживает влагу, и луковичные растения подгнивают. Дальше, в них заводится очень много насекомых, которые не всегда работают в хорошем направлении. Мы с ними боремся. Поэтому, по сути, получается рассадник тех насекомых, с которыми мы боремся. Поэтому я отдаю предпочтение мелким фракциям. С большой практически не работаю. Следующая тема – отбивка цветников от линии газона. Мы пользуемся вот таким пластбордом. Он пластиковый, его длина 1 погонный метр, очень удобный. Высота его 4, обычно мы берем 4,5 см, но если нам нужно повыше, есть еще 7-8 см. Но стандартный, часто используемый – это 4,5 см. В чем его плюс? Первое, что он довольно прочный, не искажает форму, не меняет форму. У него есть вот такие зазорчики, в которые вставляются гвоздики и фиксируют наш пластборд в грунте. Вот это самый важный момент. За счет этих гвоздей грунт не выпирает наш пластборд после зимы, как обычно это случается с лентой бордюрной, газонной, и он остается в своем зафиксированном положении. Следующий момент очень важный в установке пластборда. Вы его должны фиксировать вот этой частью под газон, а ровной частью он должен быть повернут в сторону цветника. Почему именно так? Потому что, когда вы дальше будете обслуживать эти цветники, вот эта линия, в которой забиваются гвоздики, зарастает травой с сорняками. И достать ее отсюда будет стоить колоссальных усилий. В основном придется поднимать заново пластборд, чистить линию и устанавливать его заново. Мы не хотим этого, наша задача малоуходность, поэтому мы его ставим, фиксируем ровной частью к цветнику. И тогда работы по уходу цветника будут наименьше затратные, трудозатратные. На него укладываем газон. Если это, как в данном варианте, обсыпки, мы выстилаем агротканью, устанавливаем пластборд на агроткань, чтобы сюда ничего не прорастало. И уже тогда засыпаем поверху инертными материалами. Тогда наше обслуживание этой линии будет всегда аккуратненькое. Второй способ отбивки цветников от газона, это использование обычной тротуарной плитки. Это было применено у нас на этом участке. Мы использовали обычную плитку тротуарную, укладывали между линией цветников и газона. Что нам это дает? Первое. Обслуживание газона. Колесиком наезжает сюда газонокосилка, и у нас ровненько косится наш газончик. Второе. Наш газон не ползет на цветник. Опять же, обслуживание цветника упрощает нашу работу, малоуходность. И третье. На этом участке моя идея была, это формальный сад, мне нужны были красивые линии. Поэтому вот использование этой плиточки нам дает эту красоту. Мы видим эти красивые линии. Я рада, что вы просмотрели наш сюжет до конца, что вы с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки и применяйте наши лайфхаки на своих участках. Вам это упростит обслуживание вашего сада.